О, скажу я вам, я уже был и хотел прервать прославление. Но пока вы славите Бога, готовьтесь, будут происходить настоящие чудеса. Мы увидим Его славу. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Добрый день, с вами Сид Рот, здесь со мной мой друг Дэвид Херцег, и мне нужно кое-что вам сказать. Мы кое-что сделали по-другому. Дэвид пребывает в славе Божьей, а в Божьем присутствии уже больше 20 лет. Я подумал, что будет, если мы начнем с поклонения Богу. Я должен тебе признаться, дорогой мой Дэвид, я не помню, чтобы слава Божия когда-нибудь проявлялась сильнее, чем в поклонении. Так в чем же разница между поклонением и прославлением? На небесах царит атмосфера поклонения. Оно происходит там 24 на 7. Когда мы поклоняемся, мы поем в один голос с небесами. Спрошу из любопытства, когда ты поклонялся сейчас Богу? Я знаю, что ты чувствовал, потому что я чувствовал тоже, но ты видел что-нибудь или нет? Я видел, как мой дух парит в небесах. Я был у престола славы и поклонялся. Я видел, как поют ангелы, я слышал различные небесные звуки, а вот что я видел, пока пел. Кажется, что так и должно быть. Все ли мы можем это испытать, Дэвид? Да, если мы испытываем жажду по Богу, мы ищем Его, то во время поклонения мы открываем свои духовные глаза, и нам открывается духовный мир. Знаю, что тебя учила поклоняться моя давняя подруга, которая сейчас на небесах. Ее звали Руф Хефлин. Ее все знали как Божьего поклонника. Все знали, что когда она поклонялась Богу, она покрывалась золотой пыльцой. Как-то раз она поехала в аэропорт, и люди, стоявшие в очереди за билетами, таращились на нее и спрашивали, «Девушка, почему вы покрыты блестками?» Но так и было. Блеск с небес. «Расскажи мне, как ты научился славить Бога, и какую роль в этом сыграла сама Руф Хефлин». Как-то во Франции проходила шестимесячная конференция по пробуждению. В течение полугода каждый день там происходили чудеса, в том числе чудеса спасения. Это было самое долгое пробуждение за последние полвека. Руфи узнала об этом мероприятии и сказала, что это ответ на мои молитвы. Она на тот момент была там и держала 40-дневный пост. После конференции я жаждал чего-то нового. Я прочитал ее книгу и пришел к ней. Она сказала, «Ты сегодня проповедуешь». Я ответил, «Нет, не хочу себя слушать. Я уже полгода не проповедовал». Ты понимаешь, что выгорел, когда тебе надоело себя слушать. Я говорил, что сам жажду, а она сказала, что мне нужно проповедовать. «Что это было? Это же поклонение. Ты нашел Бога в поклонении?» Да, но я не пытался, я думал про себя, что я делаю. Это выглядит глупо. Я пропивал стихи из 61-й главы Исаии. Затем Божья слава меня накрыла. Были знамения, точнее, я просто почувствовал себя на небесах. Следующие семь дней я провел с этим чувством. Я не знал, что такое возможно. Мне казалось, я уже чувствовал Божью славу, но то было помазание. А здесь я ощутил такое Божие присутствие, что не хотел возвращаться на землю. Я пытался отсрочить это как только мог. Вот что так меня впечатляет в Божьей славе. Она приходит в одно мгновение, а не после полувека поста и молитвы. Иначе большинство бы сдавалось раньше, чем достигало результата. Слава приходит мгновенно. Поделись, пожалуйста, историями о мгновенных чудесах, о жизнях людей. Как это обычно происходит? Я расскажу о недавнем чуде. Буквально полчаса назад чудо произошло здесь, за кулисами. Служители попросили меня помолиться за женщину, у которой одна нога была короче другой. Я помолился, и на наших глазах нога стала расти. Еще прежде, чем я начал молиться, нога стала дергаться, и после молитвы она отросла настолько, что сравнялась со второй. Эта женщина теперь выше ростом. Вот что произошло буквально только что. Мы видели, как несколько людей в Израиле стали значительно выше после молитвы. Евреям сложно в это поверить. Сложно. Что произошло? После того, как я спустился со сцены, ко мне подошла охрана со словами, «Нам нужно с вами поговорить». Я думал, что попал. Наверное, что-то не то сказал. Они отвели меня в тихое место, у них было оружие, посмотрели на меня и сказали, «Вы не могли бы теперь помолиться и за нас?» «Пожалуйста». Я представляю, как тебе после этого интервью выстроится очередь из баскетболистов. Да, что-то за них я еще не молился. Возможно, это и правда актуально. Расскажи мне о других чудесах. Конечно, когда я был в Африке, впервые проповедовал там на сцене, и посреди проповеди Господь сказал мне, «Здесь есть женщина, чья дочь умирает сейчас в больнице. Хочу, чтобы ты ей сообщил, что ее дочь умерла». Я сказал, «Господь, я не могу этого сделать. Тебе придется, потому что я тебе это говорю». Я сказал, «Господь, никто не начинает свою миссию по пробуждению с подобного». Но Бог был непреклонен. Я спросил, «Есть ли среди женщин, чей ребенок сейчас умирает в больнице, как же непросто было сказать кому-то такое?» Очень непросто. Я и говорю, с этого не начинают. «Евангелизационный тур с чудесами». Я сказал, «Господи, а что мне делать сейчас?» Она плачет. Он сказал, «Воскреси ее дочь». Но она же не здесь, она в больнице, в другом городе. Но Бог сказал, «Дэвид, ты же знаешь, что у моей славы нет границ и расстояний». Вскоре ее дух вернулся в тело. Этой женщине позвонили из больницы и сказали, «Ваша дочь умерла спустя какое-то время после того, как вы ушли из больницы». Мы говорили вам, чтобы вы оставались с ней, и потому что она может умереть. Но в такое-то время, именно в то время, когда мы молились, ее сердце снова начало биться. Слава Божия ускоряет ответы на наши молитвы. Но это чудо, пожалуй, на вершине всех рейсингов. Все ли здесь слышали о Канье Уэсте? Расскажи нам о молитве за Канье Уэсте. В прошлом году мы ездили с миссией «Феникс» и провели там конференцию «Пробуждение 2020». Это была единственная конференция в 2020 году из-за локдауна. И мне приснился сон, что Канье будет служиться вместе с нами. Список спикеров был уже утвержден, поэтому я сказал Богу, чтобы он перестал меня дразнить. За неделю до мероприятия нам позвонил его менеджер и сказал, «Канье хочет поучаствовать». Я подумал, «Господи, это так круто! Но теперь мне нужно будет менять расписание и найти дополнительные финансы, потому что приедет не только Канье, но и его хор и ста человек». И вот так мы послужили вместе с Канье. Это было сверхъестественно. Ты сказал мне, что Канье приедет, и я подумал, вот это у него вера. Но помимо всего этого, даже пророчества исполняются быстрее в Божьей славе. Расскажи немного и об этом, как они исполняются. К примеру, Руфи однажды говорила мне, что я буду проводить очень масштабные христианские мероприятия, и буду делать это каждые три месяца, как Кэтрин Кульман. Я сказал, «Здорово», записал это слово, «Когда произойдет, тогда и произойдет». Через полтора года после этого она умерла, и Господь спросил меня, «Когда ты начнешь исполнять это слово?» Я сказал, «Господь, я ждал, когда ты его исполнишь». А он ответил, оно могло исполниться еще в тот момент, когда Руфи его высвободила, потому что слава Божия не медлит. Я сказал, «Хорошо», нашел человека, который владел огромным зданием, сделал ему предложение, узнал цену и попросил Бога, чтобы он дал мне второй шанс. Так что не переживайте о деньгах и стоимости. Мы с вами договоримся, и вы можете проводить здесь мероприятия каждые три месяца, если хотите. Ты столько времени провел в Божьей славе, а есть целое поколение, которое не знает, что грядет. Вообще ты, Дэвид, тоже не знаешь, что грядет, потому что ты там еще не был. Ты ходишь в Божьей славе, но она способна усиливаться. И в нее можно углубляться все больше и больше. Все же ты можешь немного приоткрыть нам завесу, потому что мы хотим быть первыми среди тех, кто ходит во славе. Пожалуйста, дай нам пару советов. Как же нам ходить во славе? Несколько ключей. Первый совет, вам нужно очень сильно жаждать. Не просто быть открытым, я отчаянно жаждал. Я видел все, что могу сделать, знал о своем помазании, знал о том, что Бог может сделать, и я понял, что уперся в стену. Если я продолжу идти, я не перейду на следующий уровень. Мне нужно сделать шаг назад и взыскать Бога. Почувствовать голод и захотеть более близких отношений с Ним. Голод, желание близости, ожидание того момента, когда Бог явится в славе. Прости, но я постоянно слышу это словосочетание, и вы его слышите. А что же оно означает? Иногда мы спешим в молитве. Я помолился об этом, о том, теперь на работу, но я обязательно прославляю Бога, поклоняюсь Ему. Молюсь обо всем, а потом жду. Нахожусь рядом с Ним и ожидаю. На фоне звучит музыка, и я жду Бога. Через время Божья слава усиливается, и Господь приходит. Ожидание — наиболее трудная часть для западной культуры со всеми ее айфонами, занятостью, расписаниями. Первые часы — твоя плоть умирает. Первый, второй час — окей, я помолился, теперь мне пора, Господь. Но вот как понять, что нечто изменилось. Вначале ты ищешь причины, почему тебе надо уйти. Я помолился, теперь мне нужно на работу. Но когда ты собираешься идти, слава усиливается. Я этого не ожидал, теперь ты пытаешься найти причины остаться. Я могу попросить кого-то это сделать, этим я могу заняться и позже. Мне не обязательно идти сейчас, я могу и задержаться. Это знак, что ты находишься в Божьей славе. Другой ключ к Божьему присутствию — это хождение в библейской святости. Почему это так важно? Потому что святость открывает дверь в Божью славу. И смирится народ мой, который именуется именем моим. Тебе нужно делать это каждый день. Я стараюсь каждый день принимать причастие. Потому что когда Господь видит тело и кровь, Он открывает небеса и очищает твое тело, разум и дух. Мир сегодня особенно атакует верующих. Медиа, искушения, социальные, эмоциональные треволнения. Нам нужна защита крови Христа. Поэтому нам нужно ежедневное покаяние. Нам нужно омываться кровью каждый день. Летом большинство людей ходит в душ каждый день, я надеюсь. То же самое с Божьей славой. Вам нужна ежедневная защита крови, чтобы оставаться в чистоте. Потому что иначе вы придете на собрание, где наполнитесь этой славой, а затем вернетесь домой и не будете больше ее ощущать. Потому что в вашей вазе есть трещины. Нам нужно покрываться святостью. Дэвид, знаешь, поскольку слава сегодня так открывается человечеству, я не могу не вспомнить Моисея. Он предупреждал еврейский народ. Он говорил, не приближайтесь к горе, когда на нее спускается Божья святость. Вам нужно готовиться три дня. Вам нужна чистая одежда. Вам нужно подготовиться ко встрече с живым Богом. Потому что если вы живете со скрытыми грехами, скрытыми не от Бога, а от других людей, то вы не спрячете их от Бога. Когда Божья слава придет, это будет либо лучший день в вашей жизни, либо худший. Божья любовь так велика, Дэвид. Я верю, что сегодня она особенно ощутима. Сегодня христиане переживают обличение в своих грехах. И тот, кто ожесточает свое сердце, когда приходит Божья слава, не сможет ее вместить. Я прав, Дэвид? Господь готовит Америку и весь мир к своей славе. Для начала он немного встряхнет былой порядок, придет обличение и очищение, а затем слава. Когда мы видим, как это происходит, нам не стоит бояться. Это хорошо. Господь прокладывает себе путь, очищает свой народ для славы. Я прямо сейчас чувствую сильное Божие помазание. Когда мы вернемся, я попрошу Дэвида поделиться с нами тем, что он получил от Руфи тогда, несколько лет назад. Так что не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. У нас в студии сегодня Дэвид Херцик. Он не понаслышке знает, что такое пребывать в Божьей славе и ходить в ней уже более 20 лет. Я понимаю, что тебе уже достаточно легко входить в Божьи дворы, но давай поделимся советами с теми, для кого это в новинку, с теми, кто никогда не был в Божьих дворах, или с теми, кто слышал, как мы только что говорили о Божьей славе и думали, я не чувствую никакого такого присутствия. Подскажи им, что делать, что делал ты после того, как Руйф Хефлин помолилась за тебя. А потом также помолись за этих людей. Но вначале расскажи, что ты сам делал. Если бы я был на вашем месте, я бы никогда не бывал ни на каких конференциях и не понимал, о чем тут говорится. Я бы посоветовал вам зайти к себе в комнату, включить прославление, прославлять Бога. Поначалу славьте его под быстрые песни, это прославление, песни про возглашение, не тихие и медленные, потому что именно прославление ломает лед. Я прославляю Бога как минимум полчаса. Этому я учу команды прославления. Первые полчаса пойте только подвижные песни. Затем вам хочется поклоняться. Это время включать поклонение. Вы прославляете его, пока не придет дух поклонения. Пойте Богу медленные песни, пока на вас не сойдет его слава. Когда придет слава, ожидайте Бога. Когда вы ожидаете Бога, в какой-то момент вы можете начать что-то говорить. Но уделите время ожиданию. А вы почувствовали славу, ожидайте Бога, наслаждайтесь с моментом. Поставьте музыку на фон. Поклоняйтесь и ждите. В момент ожидания вам в голову может прийти какая-то мысль, картина, местописание. Иногда Господь открывает мне, за какой народ мне молиться. Я молюсь. Иногда в течение часа мне приходит какая-то страна. Как-то раз я стоял, наслаждался Богом, и Бог сказал мне молиться за спасение трех стран Юго-Восточной Азии. Я помолился, и через два часа Бог открыл мне, что это за страна. Я молюсь не для того, чтобы мне что-то открылось. Я просто хочу быть рядом с Ним. Это главное. Я ожидаю Его. Если к этому добавить пост, то эффект только усилится. Сколько времени у тебя ушло, чтобы прийти туда, где ты сейчас, когда ты буквально можешь просто шагнуть и попасть в Божью славу. Я годами проводил время с Богом. 22 года назад я впервые в жизни испытал Его славу. Теперь для меня это естественно. Я могу зайти в помещение и понять, Божья слава еще не сошла. Мне передают микрофон, и я понимаю, прославление кончилось слишком рано, поэтому я прошу их продолжить до тех пор, пока слава не сойдет. Теперь все готово. Ты знаешь, что была такая проповедница по имени Катрин Кульман. Она всегда говорила, что ей нужен лучший пианист, лучшие певцы, Джимми Макдональд, Дину, но она не хотела качественного концерта перед проповедью. Ей нужна была атмосфера поклонения, как и каждому в зале. Без этого люди скорее концентрировались не на Боге, а на своей просьбе. А надо концентрироваться на Боге, на поклонении Ему. Ты мой Бог и Царь. Я не перед кем не постыжусь назвать Тебя своим Господом. Я поклоняюсь лишь только Тебе. Человек должен попасть в атмосферу поклонения Богу в это состояние. Но перед этим Ему надо убедиться, что между Ним и Богом нет никаких преград. И я бы хотел, чтобы вы помолились со мной этой молитвой. Вслух, постарайтесь молиться со всей возможной верой, потому что я хочу, чтобы вы на своем опыте пережили общение с любящим Богом. Он не такой, каким Его рисуют в большинстве религий. Его любовь к нам чиста и велика. Меня познакомили с таким Богом. Я пережил любовь, которую не знал никогда ранее. Ни один человек не может дать вам такую любовь, подарить ее вам. Это может сделать только лишь один Бог. Поэтому я очень хочу, чтобы сейчас вы произнесли эту молитву. Повторяйте ее за мной вслух. Дорогой Господь, я грешник. Прости меня. Я верю, что кровь Христа омывает меня от греха. Я очищен. И теперь, когда я очищен, Иисус, приди и живи во мне. Спасибо за то, что ты спас меня. Спас меня от моих грехов. Заплатил цену за мои грехи. Я говорю с дерзновением, теперь ты мой Господь. Господь Иисус, я люблю тебя. Господь Иисус, покажи мне, как мне стать ближе к тебе и прийти к тебе. Дэвид, я попрошу тебя помолиться за то, чтобы люди пережили то же с Богом, что и ты испытал благодаря Руфи. Если у тебя появится слово, то произнеси его. Если вы смотрите на нас сейчас, поднимите руки и закройте глаза. Дух Святой сойди на тех, кто смотрит. Пусть та же слава, которая наполняет сейчас этот зал, слава, которую я пережил много лет назад и в которой живу сегодня, наполнит всех, кто нас смотрит. Пусть атмосфера изменится. Дай им войти в твое присутствие, почувствовать изменения на уровне духа, души и тела. Во имя Иисуса, дай им войти в славу. Начните славить Бога, поклоняться Ему, благодарить. Я благодарю тебя за чудеса, которые происходят прямо сейчас в этой студии. Сейчас вы исцеляетесь от рака во имя Иисуса. Люди прибавляют в росте. Кости исцеляются от ревматизма и артрита. Приходит исцеление от болезни Паркинсона. Восстанавливается зрение. Приходит исцеление от катаракты, от глухоты. Зарастает лысина. Кожные заболевания, псориаз, проходят во имя Иисуса. Сколиоз, искривление позвоночника и всякая неизлечимая болезнь отступает во имя Иисуса. Почувствуйте свое тело. Я вижу, как исцеляются плечи, как исцеляются плоские стопы. Я вижу, как отступают неизлечимые болезни, в борьбе с которыми медицина бессильна. Если вы болеете, у вас вирусная инфекция. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Если вы готовы принять чудо во имя Иисуса, проходят проблемы с кровью, проходит СПИД. Всякая болезнь отступает прямо сейчас, если вы верите в это во имя Иисуса. Психические расстройства, Альцгеймер, деменция проходят во имя Иисуса. Господь восстанавливает ваш разум. Спасибо, Иисус. Кому-то сделали операцию на мозг. Бог прямо сейчас вас восстанавливает, потому что операция не смогла исправить все во имя всемогущего Иисуса. Аминь. Я вижу, как Господь исцеляет запястье прямо сейчас. Сделайте его так, своей рукой, и вы увидите. Боли нет. Пальцем. Ваши пальцы больше не немеют во имя Иисуса. Неподвижность уходит во имя Иисуса. Далее, локти. Если у вас теннисные локоти или что-то подобное, боль уходит во имя Иисуса. Исцеляется также и ваша спина. Чтобы у вас не болело, вы исцеляетесь в Божьей славе. Не упустите этот момент чуда. Начните поклоняться Богу. Спасибо, Господь. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Поклоняемся Тебе, Отец Небесный и Христос, Царь наш и Дух Святой. Смотрите в следующем выпуске. Господь даровал своим детям могущественное оружие и крепкий якорь на будущие дни. Я Роланд Уортон. Смотрите нас на программе «Это сверхъестественно» на следующей неделе. И вы узнаете, о каком оружии я говорю. Вы научитесь им пользоваться и научите этому других. Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети это сверхъестественное, чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» «Сидорота». Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». А вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН сети это сверхъестественное, чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Сидорота.